МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Вот мы и встретились с вами снова мои юные Лобачевские и Паскали. Здравствуйте, ребята! Начинаем наш очередной разговор о математике. На какой вопрос мы сейчас ответим? Ну вот, например, спрашивает нас Антон Комаров из города Самары, ученик 5-го класса. Он написал нам вот такое сообщение. Здравствуйте! В школе мы изучаем округление чисел. Расскажите немного об этом. Я узнал, что есть много способов округления, кроме того, о котором написано в учебнике по математике. Зачем они все нужны? Разве недостаточно одного? Недостаточно, Антон. И сейчас ты в этом убедишься. Давайте вспомним, что такое округление чисел и зачем оно нужно. Во времена, когда современной вычислительной техники еще не существовало, без округления чисел обойтись было очень-очень трудно. Все расчеты велись на бумаге, и лишние знаки после запятой могли увеличить объем работы в десятки, а то и в сотни раз. Поэтому числа научились округлять, то есть заменять точные числа их приближенными значениями. В наше время округление тоже широко используется. Чаще всего, когда нет необходимости в высокой точности вычислений. А заодно у меня округлят числа. Тогда давай поговорим о трех главных правилах округления. Самый распространенный способ всем вам хорошо известен. Это округление к ближайшему целому. Правило первое. Если первая отбрасываемая цифра больше либо равна пяти, то последняя сохраняемая цифра увеличивается. И на сколько она увеличится? К ней прибавляется единица. Объясни подробно. Хорошо. Возьмем дробь 7,365. Допустим, нам надо округлить эту дробь до десятых. Значит, отбрасываем две последние цифры. Отделим их чертой для наглядности. Итак, слева от черты у нас сохраняемые цифры, а справа отбрасываемые, то есть ненужные. Первая отбрасываемая цифра у нас 6. 6 больше 5, поэтому, согласно первому правилу округления, последнюю сохраняемую цифру мы должны увеличить на единицу. А какая у нас последняя сохраняемая цифра, циркуль? 3. Значит, записываем вместо нее 4. Итак, наша дробь, округленная до десятых, будет выглядеть так. Приблизительно равно 7,4. Понятно. А второе правило? Если первая отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя сохраняемая цифра не изменяется. Например, дробь 4,32, округленная до десятков, 4,32, округленная до десятков, будет приблизительно равна дроби 4,3. Понятно. А третье правило какое? Третье правило чуть посложнее двух первых. Если отбрасываемая цифра 5, и после нее нет ни одной значащей цифры, то мы округляем к ближайшему четному. А что это значащая цифра? Значащие цифры в приближенных вычислениях – это все цифры числа, начиная с первой слева, отличные от нуля до последней, за правильность которой можно ручаться. Ну, например, если измерение произведено с точностью до одной десятитысячной и дало результат 0,320, то значащими цифрами будут 3, 2 и 0. Ух ты, 0! Значащие цифры! Но вернемся к третьему правилу округления. Повторю, если отбрасываемые цифры 5, и после этой пятерки нет ни одной значащей цифры, то мы округляем к ближайшему четному. Если последняя сохраняемая цифра четная, то она не меняется. А если эта цифра нечетная, то мы усиливаем ее, то есть что с ней делаем? Прибавляем к ней единицу. Правильно. Например, мы хотим округлить 4,5 до целых. 4,5. Четверка – четное число, поэтому у нас получается приблизительно равно 4. А если мы округляем до целых, допустим, 7,5, то какое число у нас получится? 8. Ведь семерка – нечетное число. Да. Ну, с округлением к ближайшему целому все понятно. А какие еще виды округления бывают? Они сложнее? Нет. Некоторые из них гораздо проще, чем тот способ, о котором мы сейчас говорили. Например, нередко используют так называемое округление к нулю. То есть округляют в сторону того числа, которое ближе к нулю. 1,7 округленные до целых в этом случае станет единицей. 1,7 приблизительно равно единицам. А минус 1,7 приблизительно равно, соответственно, минус единицы. Так проще. Бывает и обратный вид округления. Округление от нуля или, иначе, округление к бесконечности. Циркуль, если этим способом округлить 2,2 до целых... 2,9... То сколько получится, как ты думаешь? 3. Тройка дальше от нуля, чем двойка. И ближе к бесконечности. Молодец. Ты хорошо усвоил материал. А теперь нас ждет очень интересная тема по геометрии. Вопрос из области геометрии, на который мы сегодня стараемся ответить, сдала нам Маша Евтюхина из Оренбурга. Многоуважаемый профессор, вы говорили в одной из ваших передач, что геометрия встречается в природе повсюду. И что деревья – это фракталы. А я недавно услышал, что для деревьев существует еще и правило Леонардо. Расскажите о нем, пожалуйста. Действительно, Маша, каждое дерево устроено по геометрическим законам и растет в строгом соответствии с ним. Впервые на это обратил внимание величайший итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи. Да, это, наверное, очень сложный закон. Вовсе нет. Любой школьник вполне может в них разобраться. Тогда рассказывай. Сформулировать правило Леонардо да Винчи можно так. Если ствол дерева разделяется на некоторое количество ветвей, то сумма их диаметров, возведенных в квадрат, будет равна квадрату диаметра ствола. Сейчас я объясню на примере. Допустим, ствол дерева диаметром D разделяется на 5 ветвей. Обозначим диаметр этих ветвей D1, D2, D3, D4 и D5. Тогда квадрат диаметра основного ствола, то есть D2, равен сумме квадратов диаметров ветвей. То есть D1 квадрат, плюс D2 квадрат, плюс D3 квадрат, плюс D3 квадрат, D4 квадрат и плюс D5 квадрат. И не только главный ствол, но и любая ветка любого дерева разветвляется в соответствии с правилом Леонардо. Ай, впечатляюще! Предположим, вот это и есть наша ветка дерева. Ее диаметр 4 сантиметра. Она разделяется на 5 веток по тоньше с диаметрами 3, 2, 1, 1 и еще 1 сантиметр. По правилу Леонардо, сумма квадратов диаметров этих пяти веток должна быть равна 3 в квадрате, плюс 2 в квадрате, плюс 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате, плюс 1 в квадрате, равно 16, то есть 4 в квадрате. О, ярко впечатляюще! Любое дерево – настоящее пособие по математике. Да. А вы, ребята, можете сами измерить какое-нибудь дерево и проверить, работает ли наша формула. Только учтите, что в зависимости от породы дерева степень, в которой нужно возводить все диаметры, может слегка отличаться от квадратной. Хотя для большинства деревьев подходит возведение в квадрат. А почему деревья так устроены? Зачем им расти по формуле? Ученые долго бились над этой загадкой. Многие ботаники считают, что это нужно для оптимальной работы системы трубок, в котором вода поднимается от корней дерева к листве. А французский физик Кристоф Элой доказал, что эта закономерность связана скорее не с водой, а с воздухом. Элой рассчитал, что такое соотношение диаметров позволяет дереву наилучшим образом сопротивляться силе ветра. То есть гнуться, но не ломаться. Так все здорово устроено в природе. А правило Леонардо только для деревьев годится? Не только. Например, если река разделяется на рукава, происходит это всегда по правилу Леонардо. Только в степени возводятся не диаметры, а ширины. В какую степень надо возводить ширину реки и ее рукавов? Тоже в квадрат. А еще, по правилу Леонардо, разветвляются воздушные трубки в легких человека. Только здесь диаметры трубок придется возводить в третью степень, то есть в куб. Кровеносная система человека и животных устроена так же. Правда, ученые рассчитали, что для нее степень возведения равна приблизительно 2,7. Да, какое замечательное правило. А сейчас нас ждет веселая задачка. Задачка у нас сегодня геометрическая. Циркуль, ты знаешь, как построить такой четырехугольник, чтобы при пересечении его всего лишь одной прямой получилось целых 4 треугольника? Это невозможно. Максимум 2 треугольника будет. Это если пересечь его прямой по диагонали. Посмотри. Так? Да. А 4, по-твоему, никак не получится? Никак. А я могу построить такой четырехугольник. Не верю. Смотри. 1, 2, 3 и 4. Ой, Арси, впечатляюще. И как это я не додумался, что четырехугольник не обязательно прямоугольник? Ничего. В следующий раз обязательно додумаешься. А наша сегодняшняя передача заканчивается. Дорогие ребята, пишите нам почаще. Наш адрес 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру, профессору Круглову. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин